Мне нужно успокоительное. Да, потрясающе, я с собой. Танцевальный коллектив Dancebox Studio, как его руководитель, хореограф Наталья Шеборчина, не нуждается в представлении. Особенно если учитывать, что DBS является соорганизатором международного фестиваля танцевальной культуры J-Fest, проходящего каждую весну на главной концертной площадке Довирума. Этой весной Наталью Шеборчину узнали и те, кто с танцами, как говорится, на вы. После ее победы в новом телевизионном шоу канала ЭТВ+, Перетанцуй всех, стало понятно, что у нас в регионе проживает не только большое количество певцов, достойных высшей ступени пьедестала, но и танцовщиков. Свой очередной творческий сезон Dancebox Studio завершили большим концертом, который прошел на сцене Центра культуры Костла-Ярви. Зрительный зал городского Центра культуры достаточно велик, но, увы, тем, кто привык приходить впритык к началу программы или вовсе опаздывать пришлось довольствоваться лишь местами на ступеньках или наслаждаться концертом стоя. Пританцовывать водоритмичную музыку в танцах. Что-что, а музыка на концертах ЭТБС – это отдельная тема, которая очень четко подчеркивает эмоциональную составляющую каждого номера. Не менее выразительными являются эмоции самих танцоров, которые на сцене с легкостью демонстрируют всю палитру настроений, от умиротворения и радости до злости и уныния. А в «Молодежные новости» всегда попадают туда, куда простому зрителю не попасть. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ричард. Ричард, такое имя интересное или это псевдоним? Это Ричард. Это Ричард? Это просто Ричард. Расскажи мне, как тебя привело в танцы и почему Dancebox Studio? Ну, всю жизнь я был танцором, просто не знал, куда пойти. И вот в прошлом году я вот узнал, что есть такая студия, как Dancebox Studio, и вот в этом году я пошел первый год и уже вот выступаю. Мне очень нравится. Ну, кайфуешь? Ну, вообще. А что больше всего нравится? Танцы. Just Dance, да? Just Dance. Окей. Привет, тебя как зовут? Привет, меня зовут Марина. Марина, где покупала такую обалденную помаду? Помаду Наташа дала. А ты думаешь, я тебе про танцы буду спрашивать? Я думаю, про костюм. Это молодежные новости, но костюм шикарный. Расскажи мне, что тебя привело в танцы? Ой, я Dancebox узнала случайно от одноклассницы 4 года назад. Я танцевала в эстрадном коллективе, который, к сожалению, распался. И потом я узнала Dancebox Studio и пришла сюда. И кайфую уже 4-й год. Про Наташу что можешь сказать? Настрогие, как наставник? Строгие, но в меру, когда надо. Так, это просто шикарный тренер. Лучше я не видела и думаю, не увижу. Тере, мистуль ними он? Марин. Марин, миг са валите седа Dancebox Studio? Куда ма лен ни пилю селест кулнуд, ма ни пилю näгин седа игалпоол. И му лакас са кое меeldим. И ма тяб, сел, ма тахан с седа киндласси тулула. Какой кауа са ювотанцит? Ааста аега. Малес седа седа с тулен. Очень сложно во время концерта отвлекать танцоров. Тем более, мы такие хулиганы, как вы, хулиганы. Как тебя зовут? Полина. Ну, я всех не буду опрашивать. Полин, скажи за всю Dancebox Studio. Почему вам нравится Dancebox Studio? Главной причиной является наш тренер Наталья. Она, мне кажется, самый лучший тренер в мире. Именно поэтому мы и здесь занимаемся. Но она же строгая достаточно. Это в меру. В меру? Да. А за что чаще всего ругают? Когда плохо танцуем. Но вы же все танцуете. Круто, как можно ругать-то? Знаете, так много тренировок, что иногда очень устаешь. Но мы все-таки сильные, можем справиться. И сейчас даем жару. И сердечки Наташи за ее работу. Наташа, лучше это бесспорно. Ура! И быстро готовиться. Сейчас меня точно выходит отсюда во всем. Уходим, уходим. Если из этого списка танцевальных направлений вам оказался знаком лишь хип-хоп, то не переживайте. Вы такие не одни. Но подтянуть теорию можно на J-Fist уже в следующем году. И опять же вдаваться во все тонкости современной хореографии не обязательно. Лучше просто посмотреть и попытаться догадаться, о чем говорят танцовщики на языке танца. А вот и темы в постановках поднимаются достаточно серьезные. Зависти, соперничество, голод и жадность, неравенство, сексизм, дискриминация. Жестокость, словом, все сомнительные достоинства современного общества. Искоренить которые за века человечество так и не смогло. А может и не пыталось. Я знаю, у меня все время. Ну да, как тебя зовут? Привет. Здравствуйте, меня зовут Ксюша. Сколько танцуешь? Первый год. Слушай, я открываю свою танцевальную студию, будем танцевать народный танец. Пойдешь ко мне. А я и на народные пойду, и на любые пойду. Но ты сейчас в Дэнсбокс-студе. Почему такой выбор? А мне просто очень нравится. Я всегда на концерты хожу, на Дэнсбокс-студе. И такая, лучше поздно, чем никогда. Пару слов Наташи. Пускай она потом посмотрит наш репортаж. Пускай будет хорошо и душевно. Для меня Наташа это мой пример для подражания. Поэтому я хочу сказать Наташе, чтобы она всегда, у нее были прекрасные идеи. Чтобы она как можно больше, еще больше нас возила по разным конкурсам. И просто, чтобы она всегда улыбалась. А мы будем ее радовать. И пока я не получила от Наташи нагоняй, иди-ка, наверное, на стыну наступай. Сама Наталья Шиборчина, будучи не только хореографом, но и педагогом в гимназии, не понаслышке знает, что такое людская жестокость. Когда человека, выглядящего несколько иначе, выделяющегося из массы, могут облить помоями просто за то, что он танцует не польку, а нечто более авангардное, вызывающее. Получив однажды порцию злых комментариев в интернете, она перевела негатив в танец. Это не танцы, а какое-то дрыганье. Что у нее с лицом? Зачем она так ярко красится? Господи, она же учительница. Какие танцы? О, только пятая точка умеет трясти. Больше ничего. Одни кремляне. Замуж дорожать уже пора, а не скакать. С такой фигурой явно не танцевать надо было. Вот так просто и ненавязчиво агрессия перерождается в искусство, которое словно зеркало показывает отношения нашего общества. И судя по количеству выступающих на сцене ребят, язык танца является отличной возможностью для демонстрации своих эмоций и отношения к происходящему вокруг. В разработке каждой постановки участвует не только хореограф, но и все желающие. Все начинается с идеи, танцевальной картинки, которую видит Наталья, и музыки. После каждый может поделиться своими ассоциациями, которые возникают во время обсуждения, или личными историями из жизни, которые подходят по сюжету. Внеся частичку себя в каждый танец, участники коллектива из раза в раз при выходе на сцену переживают определенный спектр эмоций, которые отчетливо видны зрителю с помощью выразительного макияжа. К слову, макияж и костюмы – это еще одна характерная черта Дэнсбокс-студия, по которой с легкостью можно узнать коллектив. В отчетном концерте под названием «Back to the roots», что означает «назадкой стопом», Дэнсбокс-студия показали как новое, так и номера прошлых лет, которые восстанавливало уже новое поколение танцоров. В концертной программе также приняли участие коллектив «Загадка» кофт Лоярвицкого дома творчества школьников, с которым ДБС активно сотрудничает уже в течение нескольких лет. Девчонки, загадка, что можете сказать про стиль, про танцы коллектива «Дэнсбокс-студия»? Огонь. Очень современно, очень классно. Супер бомбезно просто. А про тренера что скажешь про Наталью? Очень душевный человек, талантливый, добрый, строгий. Я почувствовала это, я сейчас даже к ней буду подходить, но она крутая, скажите. Естественно, да. А есть ли уже какой-то любимый танец? Или все такие достаточно мощные, красивые, сильные? Все, все. Все, что я делала Наталья. Ну вам что-нибудь тоже надо выступить, вы же понимаете, на уровне, да? Вы не понимаете, насколько мы бережем. Я не понимаю, что вы до сих пор здесь делаете, прошу на сцену, прошу. Загадка такая загадочная, прям, ну честное слово. А есть лишний костюм? Перед тем, как пообщаться с создательницей Дэнсбок Студио, мы поспешили узнать мнение о программе у зрителей, многие из которых не только были впервые на отчетном концерте коллектива, но и приехали из других городов. Очень классно, с каждым годом уровень просто растет. Я не знаю, у меня эмоции приполняют после того, что я сегодня увидел. Танцуешь сам? Сам нет, люблю смотреть. А после такого шоу пошел вы танцевать, если пригласили? Конечно. Иди. У нас два лагеря. Лагерь впервые и лагерь бывали. Так, рассказываем. Ну, ваши впечатления, после того, как вы уже бывали, и уже вас удивить сложно. Удивили? Нереально удивили. Это было, ну, просто мурашки просто постоянно, костюмы просто шокировали. Я не знаю, это максимально отработано, все четко, ясно, синхронно. Не знаю, они каждый раз поражают. У меня одним словом, просто великолепно. Успокаивая свою женщину, там эмоции зашкаливают. Так, ну вы первый раз были. Для вас это, наверное, вот как у меня. Первый раз. Ну и как вы этот первый раз? Честно, великолепно. Просто восхитительно. На самом деле дух захватывал. Каждый раз. Мне тоже все очень понравилось. Девочки супер просто. Каждая была очень яркой. То есть у каждой были свои эмоции. Это очень ценно. Сами не танцуете? Вообще нет, но очень бы хотели. Откуда вы такая очаровательная к нам в кухляре приехали? Я приехала с Нарвы. Да, специально концерт в дэнсбок-студио? Да, мы приехали, у нас две внучки выступают здесь. Концерт просто, я в восторге. Я просто настолько отдохнула, настолько я... Даже нет слов, слезы, просто слезы, эмоции переполнены. Но ведь танцы отличаются от каких-то традиционных. Это совсем другие. Это новые, модные танцы. Хай-хиллс там все. Вы знакомы были до этого с этими танцами? Нет. И первые впечатления? И поэтому я настолько... Просто, ну не передать эмоции. Настолько мне понравилось, настолько я отдохнула. Настолько молодежь наша, это просто... Это даже маленькие. Настолько они гибкие. Настолько они все, ну нет слов. Настолько в них вот это все движение. Вы знаете, от лица молодежных новостей лично я хочу вам пожелать. Вот такие эмоции зафиксируйте. И чтобы они у вас все-таки были. Вы потрясающие. Вы когда-то рассказываете, у меня самой, как будто я переживаю. Это побольше таких вот позитивных, ярких эмоций. Я получила эти эмоции. Заряд такой, что надолго. Мне хватит. Сохраняемся, и чтобы он долго-долго был. В этом году коллектив выпустил рекордное количество ребят. 14 выпускников. И хотя этот момент очень эмоциональный и не обходится без слез, часть выпускников осенью продолжит заниматься в составе коллектива. Кто-то же вернется лишь спустя годы. Мы пообщались с теми, кто выпустился в прошлые годы, но решил остаться танцевать. Я выпускница 2000, чтобы не соврать, кажется, 16-го года. До сих пор танцуешь? Засосала? Очень засосала. Прямо совсем. Но я уходила на два года, потому что уезжала там по учебе, по работе, но поняла, что никак, никак без этого всего я вернулась. У тебя танцует тело. Я прям смотрела, ты как будто вот отдельно существуешь. Столько эмоций. Как ты потом отходишь? Я просто сама творческий человек, я знаю, что такое. Это очень тяжело. Как ты отходишь? Твой секрет? Никак. Просто прихожу домой, ложусь и втыкаю в потолок. Ну, как же ловишь? Ну, да. Да. Не, определенно, да. Просто все равно нужно полежать, немножко отойти и успокоиться, потому что все эмоции оставляешь здесь, уходишь домой, и просто такое опустошение чувствуется сразу. Скажи, что снимается стресс 100% на сцене. Да. Сначала он копится, а потом просто хопом в секунду. Особенно на тренировках, когда вот последние две недели для концерта, Наташа включает режим монстра, и мы просто вот выползаем, с нас течет, костей не чувствуешь, мышечный чувствуешь, мы просто как-то выползаем. А, скажи, вот про Наташу, насколько она строгая вообще? Да ну, давай по чесноку, там вообще жесть на тренировках. Пожалуйста, уши закройте. Шесть. Ну, тебе эта шесть нравится, и, судя по всему, всем оставшимся 100 людям тоже, да? Несколько вас человек? Нас, ой, больше сорока, и все, кто нас танцует, как бы все танцуют ДПС, это мы захисты, потому что если бы нам это не нравилось, вот то, как нас убивают, мы бы и не танцевали. Пару слов Наталье, такие, прям вот она вот как бы это потом увидит, чтобы прям сказала, да, моя девочка. Ой, если я прям так скажу, я разрывусь, если уже достаточно. Не надо, у тебя уже, ну, куда? Ну да, все, макияжа уже нет. В общем, Наташ, ты прекрасно все знаешь, ты большая молодец, все, что ты делаешь, это не только помогает нам, это помогает вообще всем, всем, кто приходит на наши концерты. Ты большая умничка, пожалуйста, никогда не останавливайся, иди только вперед, и у нас всегда есть, точнее, у тебя всегда есть наша поддержка, ты это знаешь. Довольна ли ты концертом? Скажу честно, я всегда тот человек, который до конца доволен быть не может, потому что я считаю, всегда есть над чем работать. Если когда-то уже скажут, что все идеально, значит, явно что-то пошло не так. Поэтому всегда есть к чему стремиться лучше, возможно, может быть, еще могли бы что-то грандиознее сделать. Но я считаю, мы достойно справились, я очень надеюсь, по крайней мере, потому что я так со стороны не видела, мы тоже и танцевали, и переодевались, тут было очень суматошно, скажем так, за кулисами. Но я надеюсь, что мы справились. Откуда берешь энергию? Потому что ты сама была частью этого шоу. Как ты все это совмещаешь? Я просто люблю танцевать. А если вы что-то любите, вы все успеете. От тебя вот ты сейчас с тобой разговариваю, а меня так вот волной, так, знаете, окутывает энергия. Всем волны энергии даю. Ну, теперь давай всем девчонкам, мальчишкам, я знаю, что парни танцуют, как ты их привлекла, пока непонятно, но очень интересно. Давай, приглашай к себе в студию. Мои хорошие, прежде всего, я хочу вам пожелать, пожалуйста, развивайтесь, будьте активными. Это очень-очень важно. Не важно, с чем вы занимаетесь. Если вы даже не любите танцевать, пойте, читайте стихи, выращивайте растения, что угодно. Но приходите ко мне танцевать. Если все-таки вы боитесь, ничего не надо бояться. В конце августа ищите информацию на Дэнсбокс-студио у нас в Инстаграме, у меня в Инстаграме. И приходите танцевать, мы всем рады и всех-всех-всех ждем. И меня что ли возьмешь? Всех берем. Подожди, но я-то такая крупная, подожди. Подождите, у меня, может быть, будет группа закрытая на каблуках, будем танцевать для взрослых. И я подойду? Естественно. Танцевать никогда не поздно. А мне нужен этот корреспондент свободный, я ухожу в танцы. Я в танцах, наконец-то! Лена, ты в танцах. Елена Сидникова, Илья Тельнов, специально для SD News. Молодежные новости.